Привет всем! Севастьянов Павел, 14 мая 2022 год. Мы находимся сейчас в Розвилле. Это церковь, дом отца, The Father's House в Розвилле. Здесь есть два служения, англоязычное и русскоязычное. И русскоязычное служение дважды в месяц проводит раздачу еды. И вот сейчас все эти люди, это волонтеры из церкви, которые готовят продуктовые наборы для того, чтобы сейчас в 11 часов откроются ворота и люди будут приезжать сюда за продуктами. Все это бесплатно. 0 копеек, 0 рублей, 0 долларов, 0 центов, 0 евро. Все это бесплатно. Что сейчас делают ребята? Достают из того трейлера коробки с едой и раскладывают по продуктовым наборам. Давайте посмотрим, что уже есть в продуктовом наборе. Есть овощи, фрукты будут, также какой-то хлеб, какие-то сладости. Вот даже кому-то попадется тортик. Видите? Картошка. И вот это вот все будет сегодня отдано людям просто так. Давайте посмотрим, что там в контейнере еще есть. Смотрите, какая-то куча консервов. Здоровенные торты. Юля, не копайся. Так, здесь у нас получается фруктики. Наташа, а чипсы сейчас? Так, там еще молоко. Упс. Саша, что еще осталось там? Там молоко осталось. И такое есть у нас там. Ножик здесь был. Итак, получается, что два раза в месяц по субботам. Точнее, не два раза, а каждую через субботу. Это получается два с половиной раза в месяц через субботу церковь Дома Отца, которая находится в Розвилле, частью которой мы сейчас являемся. раздает еду. Так что, если вы здесь, в этой области, то подгребайте в 11 часов, следите за объявлениями. Сегодня как раз тот самый день. Тем временем, время 10 часов 36 минут утра. Через несколько минут народ уже будет подъезжать. А в Сакраменто уже 93 градуса Фаренгейта. Это 34 градуса по Цельсию. Итак, 14 мая, 34 градуса жары. Какая-то птица проскакала. Ого! Тут еще и птицы скачут. Так что ждем людей. 11 часов, и вот народ уже подтянулся. Смотрите, вот стоит очередь. И они заезжают вот туда, там разворачиваются, и подъезжают с открытыми багажниками сюда. Дальше наши волонтеры просто загружают туда еду. Предварительно спрашивают, сколько семей. В зависимости от того, сколько семей, столько продуктов загружается в машину. А это уже очередные, готовые для того, чтобы доехать. И смотрите, что самое примечательное. Без разницы, какая у тебя машина. Здесь в Америке никто не смотрит, какая у тебя машина. Будь то даже Тесла. Никого не волнует. Вообще, какая у тебя машина. Если ты приехал за едой, ты ее получишь. Видите, машина совершенно разнообразная. Без разницы, кто на какой машине приезжает. Здесь в Америке это не показатель, то его достатка. Поэтому без разницы, кто приезжает на каких машинах, все получают еду. Короче, если вы сюда попадете, без еды вы точно не останетесь голоду, точно не умрете. Видите, подъехала машина сразу. Загрузка. Так, прошло полчаса. Продуктов поубавилось. Молочка поубавилось. Всего поубавилось. Волос поубавилось. Нас не поубавилось. Так, фруктов поубавилось. Консервов поубавилось. А народ еще едет и едет. Слава Богу, что есть такие возможности помогать людям. Смотрите, и вот там еще, после того, как загрузятся продукты, еще ребят раздают холодную воду и с кулером. Так, очередь у нас не прекращается. Ну, а продукты уже практически подходят к концу. Но еще пока не было ни разу, чтобы кто-то приехал и уехал без ничего. Хоть что-то в конце, да, получат. Раздача подходит к концу. Осталось всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь машин. Это девятое. И коробок там 15, наверное. Так что всем всего хватит. Молока точно. Что, я вам скажу, что продукты закончились, но осталось еще молоко. И я, конечно же, погорячился, сказав, что всего восемь машин. Те восемь машин уже прошли давно. И вот люди едут, и едут, и едут. Но, как я и сказал, что постараемся сделать так, чтобы каждый уехал отсюда хотя бы с чем-то. Все, 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 палатки все собираются. Машины еще не прекращаются, но еда уже закончилась. Раздадим сейчас последнее молоко, последние чипсы, и все. Вот так происходит раздача еды в Америке для тех, кому было бы это интересно. Приехав сюда, вы точно не умрете с голоду. Так что добро пожаловать в Америку. Там еще машин шесть. Итак, Дембельский окор. Последние продукты и последние две машины. Загружают молоком по полной. Последняя машина 14 мая 2020-2022 года. Что последний такой? Сейчас его грузят по полной программе. Молоко любишь? Итак, и то, и гору молока. Игра красная, салман, сало, яйко. Все есть. Все, последняя машина. Вот так, ребята, проходит раздача еды в Америке, в церкви Дом Отца в Розвилле, который находится рядом с Сакраменто. Все, кто в Сакраменто будет, мы обязательно вам что-нибудь дадим. Сакраменто.